Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Украинский политический аналитик Руслан Бортник на связи со мной. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Руслан, начать я предлагаю с такого неожиданного, необъявленного. Многие говорят о том, что совершенного еще на прошлой неделе визита Путина в оккупированной территории. На Херсонском направлении побывал, в так называемой ЛНР тоже побывал, там встретился с генералами. Вот этот Теплинский, которого убирали, потом вернули, отметились сообщением российские СМИ о том, что вот какой-то очень, какой-то вот одухотворенный такой, какой-то вот такой классный доклад он представил на суд Путина. Это вроде бы как подчеркнули. Подарил иконы, копии икон, всех с Паской поздравил, заслушал доклады. В общем, такой визит, визит молния. Знаете, о чем подумалось на фоне этих новостей? Я бы очень хотел, чтобы мы начали наш анализ происходящего именно с этих визитов, потому что складывается впечатление, что, ну, смотрите, так долго ждали визита Путина на Донбасс, мол, троллили Пескова, а что ж, мол, присоединили, а все никак, ваш-то глава государства, ваш шеф не поедет. А сейчас это становится какой-то, ну, вот как-то вот пиарщики работают какой-то рутиной, и новости оттуда какие-то стандартные, рабочие, паркетные, несмотря на то, что все достаточно, ну, скажем так, в военно-полевой форме. Что думаете? Визит Путина. После выдвижения ордера Международного уголовного суда в Мариуполе. Это, мне кажется, что в какой-то мере этот ордер, он будет иметь еще много последствий, но с точки зрения персональной он для Путина какой-то Рубико назначает, после которого Путин уже играет all-in, он уже ставит все карты абсолютно. Он уже не оставляет дороги для отхода себе и не оставляет дороги для отступления своему окружению и политическим военным элитам, которые сегодня руководят российским государством. Это демонстрация того, визит, что Россия считает эти территории своими и будет их оборонять, держать, удерживать как свои, предлагать этому максимально свои усилия, максимально возможные усилия. Кроме того, это знак для международного обозревателя, для других третьих стран, потому что я с утра комментировал уже это событие для индийского СМИ, и мне осталось впечатление, что они именно вот так это воспринимают. Если царь посетил территорию, значит это царская территория. И сдать эту территорию или отпустить эту территорию, это будет уже поражение всей империи, всего царства. И символический такой знак и ход присвоения такого символического политического оккупированных территорий. Кроме того, это знак генералитета российскому, что попробуйте только уступить. Я уже был, вы же понимаете, что я потеряю свою репутацию, если вы проиграете, если эту территорию уступите. И тогда вам не сдоброва. Потому что это мое публично. Особенно важно это на преддверии вероятного, очень вероятного украинского контрнаступления, главной целью которого как раз может стать юг Украины, Херсонская и Запорожские области. Попытка выйти снова на побережье Азовского моря. Это попытка мобилизировать, мне кажется, генералитет, армию российскую. В преддверии вот этого возможного наступления. Ну и третья такая большая причина. Путин приезжал на оккупированный юг Украины с той целью, с которой Байден приезжал в Киев. Путина в следующем году выборы. И главной движущей частью сегодня российского общества являются пассионарии, имперцы-патриоты. Если раньше главной движущей частью российского общества были силовики, неформальные силовики, формальные средние классы и олигархи, они приумножали экономическое благополучие страны, то война все перевернула. Сейчас главной публичной движущей частью общества являются пассионарии и имперцы. Они там есть разные. От анархокоммунистов и нацболов заканчивают чисто за веру царя и отечества. С чистыми такими консервативными имперцами. А основу управления неформального продолжают составлять силовики. И поэтому Путин приехал за электоратом. Путин приехал в том числе за голосами. Он хочет быть, как и Байден, как и Зеленский, как похожего типа лидеры, хочет быть лидером этой войны, верховным, главнокомандующим, а не просто президентом, сидящим где-то в Кремле. Потому что понимает, что ход этой войны, как бы она ни развивалась, будет иметь решающие последствия не только на следующие выборы, но и на будущее российско-политической системы. Эти поездки стоит уже воспринимать как подготовку, предварительную подготовку к выборам президента России в следующем году. Ну это очень интересные, скажем так, аспекты, закручивающийся сюжет насчет генералов. Интересные ваши мысли, потому что и Теплинский, как я уже упоминал, ну и Лапин в Луганской области. Но это очень известные за эти год с небольшим генералы стали в украинской среде. Скандальные генералы, генералы которых критиковали как раз таки вот эти имперцы, ура, зет-патриоты. Но тем не менее мы видим, что он им пожимает руки, вручает иконы, демонстрируя, что генералы и он, да, это вот как бы одно целое. Ну с ЧВК Вагнер никто не встречается, обратите внимание, публично. Да, хотя это сегодня главная ударная сила российской армии. То есть тут... Продолжающихся попытках наступления. Тут Пригожин, да, со своим ЧВК Вагнер выдает вот эту статью, которую обсуждают уже которые сутки, да, о том, что СВО пора заканчивать. А мы видим действия Путина. И это все происходит вот параллельно. То ли что-то не согласовано, то ли Путин, ну, как бы расставил фишки на этом столе. Что вы скажете по поводу этой игры? Смотрите, других генералов у Путина просто нет. Так же, как их не было в свое время у Сталина. Все же те генералы, которые потом были названы генералами Победы во Второй мировой войне, все они были генералами поражения и в начале войны. Там новых лиц очень мало. Новых лиц, которые возникли после 1943 года. Поэтому других генералов у Путина просто нет. Кроме того, в России сейчас бытует подход, который иногда слышно от экспертов, что, мол, за одного битого трех небитых дают. Что эти люди уже обрели какой-то опыт, который отсутствует у любых других новых паркетных генералов. А у России все генералы, не существующие, практически не обладают существенным военным опытом. Более того, значительная часть боевых офицеров, тех офицеров, которые управляли так называемыми армиями, так называемыми ДНР, ЛНР, они погибли уже. Их очень четко выбивали хайверсы. Они были ключевой целью на начальном этапе войны. Они погибли при штурмах Мариуполя. Они погибли при штурмах других территорий Украины. По ним очень целенаправленно били, по этим компетентным относительно людям. Поэтому Путин еще раз показывает, что какого-то кризиса в армии нет. Он зачистки проводить пока не собирается. Каких-либо критических проблем между им и военными элитами тоже нет. Они все единомышленники, но это моя территория. И попробуйте проиграть. Попробуйте некачественно подготовьтесь к возможному украинскому контрнаступлению. Вот какой сигнал дает Путину. Российская военная машина, элитарная машина, она только находится на этапе строительства. Потому что старая российская армия, армия специальных операций, она разгромлена в Украине. Новая армия, армия тотальных войн. Она начинает только строиться. То есть новые возможные Жуковы и все остальные, они только-только где-то там будут сейчас формироваться. Пройдя через цикл поражений и всего остального. Вот что происходит. Поэтому, кроме того, Путин, конечно, понимает, что многие хотят зачисток в армии. Многие хотят, не знаю, там, сталинских репрессий. Но сталинские репрессии в армии были до войны. А не во время. Во время шел обратный процесс, когда многих генералов и офицеров, наоборот, выпускали. Кто остался жив еще? Выпускали и отправляли сразу на фронт. Поэтому я не думаю, что стоит чего-либо ожидать. Отстранение такого типа от Путина. Отстранение от должности отправка где-то в глубокий тыл. Какие-то уголовные дела по коррупции в отношении отдельных фигур. Это может быть. Но Путин в ближайшие годы будет полагаться на тех же самых генералов, которые начали войну против Украины в самом начале. Он будет надеяться на то, что не получив опыт и находясь под намного более сильным контролем со стороны ПСБ, других структур такого типа, будут показывать другой результат в своей работе. Руслан, ну, как бы понятна вот эта история Путина генерала и там визиты на оккупированную территорию. Но очень примечательным событием все-таки стал тот факт. Понятно, что сейчас много раз там будет информация о том, что это был двойник. О том, что это вообще было еще на прошлой неделе. Нам вот сейчас показали. Вот для того, чтобы вот медиаплан. Ну, в общем, много вот подобных будет, скажем так, фактов. Понимаете, Александр, смотрите, чтобы... Это тоже важная информация. Ну, по нашей информации, информации циркулирующих наших СМИ, Путин умер еще в 2014 году. Но это не мешало ему напасть на Украину в 2022. Ну, и соответственно. Да, если... Поэтому Путин это институт, считайте, нынешнего российского сознания, нынешнего российского государства. И даже если это был двойник, я не знаю, я ничего не могу утверждать. Но даже если принять эту версию как правдивую версию, а ничего же не меняется. А что поменяется? Этот институт был на оккупированных территориях. Теперь этот институт Путин, вот этот Левиафан, такой большой Путин. Может, там 20 человек. А может быть, только один. А может быть, он умер в 2014 году. А потом напал в 2022, действительно. Вот этот институт продолжает проводить курс Российской империи в отношении Украины. Поэтому никакой разницы. Посетил это Путин, брат Путина, кум Путина, двойник, не знаю, биоробот с названием Путин. Никакой разницы для военного и политического хода событий. Это не имеет, это нет смысла обсуждать. Это диалог для дураков. Так вот, я как бы на него не ссылаясь, очень, ну, как бы вот соседство хотел бы услышать от вас, как вы позиционируете с вот таким вот визитом министра обороны Китая, который там с ним встретился и прямо на Пасху, и в выходной день. И это считается, что каким-то, ну, вот беспрецедентным шагом, потому что тут же тебе учение Тихоокеанского флота, подводные лодки, Шойгу репортовал сразу после. То есть, понимаете, складывается впечатление, что вот эта вся картина, вот эта мозаика военно-политических встреч, решений и какой-то активности Путина складывается в какую-то, ну, такую большую, ну, или, по крайней мере, большую картину какого-то противостояния и, ну, вот, знаете, какого-то союза с Китаем. Что думаете вы по этому поводу? И, ну, как-то много же, да, вот сейчас говорят, министр обороны Китая отдал честь Путину. О, это что-то значит. Вопрос непростой, пытаюсь быстро его обсудить, потому что он очень многогранный. С одной стороны, вы должны понимать, и мы должны понимать, что в китайском сознании российская армия, российские солдаты, это что-то очень крутое и очень высокое. До сих пор. Очень качественное в китайском сознании. Это, ну, в китайском сознании воин, вот если говорить о международных китайских войнах, это в основном русский солдат. Китайцы себя не мыслят как солдаты. Ну, не мыслили до последнего времени, и Си Цзиньпин только начал эту реформу общественного мышления, мобилизируя Китай, прививая ему мысль, что ему тоже придется воевать. В принципе, китайцы, особенно доминирующая группа китайцев, торговцы. Это торговцы, это ученые, это люди в сфере услуг. Но из-за этого этот огромный Китай многократно был завоеван разными нациями и разными народами. Поэтому вы должны понимать, что вот эта честь, это еще и может быть архетипичным знаком культуры. Потому что встречается, китайский генерал, китайский министр обороны встречался с верховным главнокомандующим российской армии. И хотя на обоих не было головных уборов, но может быть у них правила другие. То есть отдашь честь другому же верховному главнокомандующему. Я не знаю, как китайский министр обороны, там есть ли у него приставка главнокомандующий вооруженными силами. Но дать честь верховному главнокомандующему России, это органичный, может быть нормальный, абсолютно для китайцев процесс. Это не означает подчиненности, это означает знак уважения партнеру по оружию или просто уважаемому военному из другой страны. Раз. Во-вторых, я посмотрел в китайские медиа, что они писали об этом в визите. Они писали, что визит важный, но рабочий. У меня сложилось впечатление, что они пытаются приуменьшить важность этого визита. И умышленно приуменьшить ее, чтобы не дать повода для США винить Китай в участии в войне против Украины на стороне России, в военных поставках и во всем остальном. Но в то же время, сам визит военного министра, министра обороны Китая в Россию, против которой ввели санкции около 60 стран в мире, которая зашла на территорию Украины, которая является прямым, главным сегодня и прямым врагом всего Запада, чья армия сегодня воюет в Украине, в том числе в непрямом столкновении с западными силами, визит министра обороны Китая в такой ситуации в Россию. Это не только знак союзничества, но и определенная позиция Китая, который напоминает, когда перед дракой большой стороны пытаются друг друга запугивать, позы угрожающие занимаются, размахивают кулаками или демонстрируют оружие, ну такая уличная какая-то драка, или драка в стиле средневековья. Вот мне кажется, вот такую позу сегодня и занял Китай, демонстрируя то, что если Запад пойдет дальше в отношении Тайваня или других интересов Китая, то вместо министра обороны Китая в Россию могут приехать китайские вооружения, или очень хорошие, дешевые и нетребовательные северокорейские солдаты, или китайские технологии, что угодно. Вот эта демонстрация угрозы для Запада со стороны Китая, что мы поддержим Россию, если вы что-то сделаете. Но Запад, мне кажется, тоже, Запад прежде всего США, под шоком этого российского вторжения в Украину, которое перевернуло с ног на голову западное политическое мышление, потому что Запад осознал, что это может быть, что не только они могут провести какие-то спецоперации где-то там в Ираке, в Афганистане, а что и другие страны могут вторгаться в ключевые зоны их интереса, в чем большими армиями, развязывать большие войны, нарушать любые нормы международного права, с точки зрения нашей украинской вообще катастрофы. И Запад из-за этого, мне кажется, сейчас пытается уже дуть на холодное. И отправка американских солдат-инструкторов в Тайвань для фактически создания новой тайваньской армии, потому что эти инструктора, по сообщениям западных МИСМИ, как раз занимаются созданием или работают в новых бригадах тайваньской армии, то есть создавают новую тайваньскую армию. Это еще один шаг в эскалацию, который будет усиливать китайское военное присутствие и участие в российско-украинской войне. Надо понимать, что сама Россия пока не просила Китая оказать ей какую-либо военную помощь. Ну, погодите, это ведь не публичная информация. Да, не похоже, это невозможно утаить полностью. Смотрите, если бы Россия попросила бы, Китай, скорее всего, ее бы оказал бы эту помощь. И мы бы ее увидели бы на фронте. Также мы видим джавелины, крабы и все остальное. Ее на фронте нет этой помощи. Но его нет. Есть какие-то технологии, есть детали, есть дроны, но я думаю, с нашей стороны не меньше китайских дронов, дронов, нежели с российской, воюют. Поэтому, скорее всего, Россия не просила и, скажем так, мой вывод сегодня, что она не просила этой помощи, потому что попросить эту помощь, это означало бы для Путина и России в какой-то мере унизиться перед Китаем. Продемонстрировать свою слабость. Именно поэтому страны сотрудничают, пытаясь, Китай и Россия сотрудничают, пытаясь при этом сохранить какую-то автономию, что ли, авторитет свой личный, лидерский из своих стран. Поэтому торговля, и Китай действительно сделала очень много для того, чтобы Россия могла продолжать эту войну. Он остается воротами для российской торговли. Но попросить о помощи, но эта торговля очень выгодна для Китая, мы должны понимать. Крайне выгодна, потому что дешевые очень ресурсы, роль хаба. Тут взаимная выгода существует. Не естественно, даже для кого больше. Турция, например, говорит, что для нее больше выгодно торговать с Россией, нежели самой России. Но вот что касается помощи, до этой ступени страны еще не дошли. Эта просьба о помощи еще может прозвучать в будущем. Помощи боеприпасами, солдатами, кем угодно. Военной техникой. Но похоже на то, что Путин пытается выиграть эту войну, не прося Китая помощи. Поскольку понимает, что если он выиграет эту войну или проиграет эту войну, попросив Китая помощи, он уже никогда не сможет претендовать на роль какого-либо геополитического лидера. Не сможет претендовать на что-либо в геополитическом разрезе. На него будут смотреть, как на что-то такое типа Ирана, не знаю, Северной Кореи большой. Но репутация, авторитет и возможность своего свободного геополитического маневра у него исчезнут, так же, как пропадет к нему интерес со стороны США. Сегодня Россия еще пытается разыграть эту карту, продолжая переговоры с США, а с другой стороны расширяя максимальное сотрудничество с третьим миром. Поэтому я думаю, что просьба о военной помощи Китаю это будет самая последняя, не китайским союзником. На что Россия пойдет, это уже в случае абсолютной какой-то катастрофы военно-политического характера. Но и также мы подчеркиваем тот факт, вы просто упомянули Тайвань, что на Тайване не начнется без ясности событий в Украине. Нет, не обязательно, смотрите. Более того, если война начнется на Тайване, я думаю, что Россия тоже будет принимать в ней участие. Прямое участие. То есть, потому что Китай сегодня заинтересован в части российских технологий, ну мне там протекает чуть-чуть информация. Во-первых, что связано с С-500, все, что связано с космосом. Китай очень, это ракетные некоторые технологии. Китай хотел бы их купить у России. Россия якобы не готова их продавать, пока Китаю эти технологии, понимая, что больше ничего, нищего будет торговаться. А во-вторых, Китай приобретает опыт. Китай очень внимательно изучает эту войну. Изучает ошибки и достижения и Украины, и России. Пытается аккумулировать этот опыт для того, чтобы обучить свои вооруженные силы. Ведь противнику Китая будет похожим. Это будет похожий Китай, китайцев народ, ну и часть одного народа для китайцев-тайванцев. То есть, для самих тайванцев они считают себя частью большого китайского нации. Вооруженные преимущественно западным вооружением. И поэтому, если начнется операция против Тайваня, я уверен, что многие российские инструктора и частники, мы увидим их в Тайване. Мы можем вагнеровца увидеть, штурмующих какие-нибудь тайванские города. То есть, Пригожин на Тайване – это не шутка? Это в этом мире это не шутка. А Пригожин в Мали или где-нибудь в Центральноафриканской республике – это раньше было шуткой. Сейчас это воспринимается как нормально, обыденность. Китай еще в этой части ближе. Более того, я думаю, что и российский флот или часть российского флота могут взять участие в операции по блокаде Тайваня. Этот флот сейчас не задействован фактически в войне, но китайцы не успевают разогнать. То есть, динамика нарастания конфликта, она быстрее, ниже динамика строительства китайского флота. Ну, то есть, нужен готовый, да. Да, и Китай пока не полностью, его флот готов к противостоянию с флотами США, других стран в регионе. А российский флот получил какой-то опыт. Ну, опыт получил, не все ж моряки Крейсера Москва погибли, правда же, большинство уже уцелело. То есть, это же опыт в этой части. И поэтому Китай будет активно использовать и этот опыт. И я думаю, что если вторжение на Тайвань начнется, а вероятность этой войны остается очень высокой, то Россия примет в нем самое непосредственное прямое участие и с большим, огромным удовольствием. Тем более, что с точки зрения международного права осудить эти действия Китая будет сложно. Намного сложнее, на порядок сложнее, нежели то осуждение действий России в отношении Украины, потому что, с одной стороны, это нападение на независимое и суверенное государство, а с другой стороны, это попытка восстановить контроль над частью твоего государства, которое все в мире практически признают частью твоего государства. Да, и поэтому тут очень-очень интересная история, но я не понимаю только одного. Для чего? Я понимаю, конечно, но мне кажется, это очень опасная игра. Это даже не попытка играться с огнем, это попытка, знаете, взрывать гранаты или разложить костер на нефтебазе где-то. США умышленно эскалируют ситуацию в Тайване. Политическими визитами, военной помощью, заявленными целями поставки вооружений, 400 ракет, гарпун и всего остального, они заставляют Китай спешить. Они в какой-то мере... Китай бы не разворачивался, Китай бы эту военную риторику не разворачивал бы, если бы не сформировалась угроза изоляции Тайваня от Китая на длительное время. А поставки вооружений, даже без международного признания Тайваня, будут означать, что Тайвань останется изолированным из Китая на десятилетия, возможно, и больше. А длительная изоляция этих территорий означает формирование там отдельной, своеобразной нации, усиление культурных, этнических, религиозных, политических отличий между Китаем и Тайванем, и в будущем невозможность возвращения этой территории в принципе уже состава Тайваня, состава Китая. Принципы похожие, да, вот с Украиной. США раскручивают этот маховик, ускоряют ход событий. Понятно, что США пытаются заставить Китай выбрать, Россия или Тайвань. Но по моему мнению, Китай не хочет делать выбор за чужим столом. Он хочет жить своим нарративом, своей жизнью, своей глобальной стратегией. Он хочет конкурировать с США глобально, а не проглотить Тайвань и оказаться запертым, скажем так, в углу, в геополитическом углу, в своем регионе, как это случилось сегодня с Россией. Но это очень опасная игра. Потому что если в рамках этой игры, в то же время США пытаются разделить Россию и Китай, и дают России сигналы, регулярно дают России сигналы, в отношении того, что если вы откажетесь от Китая, абсолютно откажетесь, мы вас тоже готовы принять в каком-то виде, в каком-то формате, то есть что-то за вами сохранить, какие-то интересы. Посмотрите по санкциям, разница между китайскими, между американскими и европейскими. Посмотрите даже при уговоре по подозрению Международного уголовного суда, в котором США заявили, что они не будут его реализовать, потому что они являются частью Международного уголовного суда, хотя ничего не мешает США, на самом деле, заключить соглашение с Международным уголовным судом по этому кейсу. Много вот таких сигналов, которые позволяют говорить о том, что США продолжают работать по разделению России и Китая, но Россия тоже не готова пока к такому сценарию, у него больше амбиции. И вот идет, и вся эта игра идет на фоне американских, российских выборов, и в любой момент, к сожалению, может вспыхнуть. Кто-то где-то может ошибиться вокруг Тайваня, или где-то в международных отношениях. И если вспыхнет еще один регион, то наша международная война нынешняя трансформируется в мировую полноценную. Мы с вами уже официально, научно, сможем ее назвать мировой, если вспыхнуть эту войну. Сейчас она пока что международная, эта война. И очень-очень опасную игру стороны ведут. Понятно, что ставки, что куш очень большой, кто будет руководить миром, кто станет главным бенефициарием и завершит глобализацию, и какой это будет глобализацией. Но игра очень опасная, потому что остаются риски действительно глобальной войны, из-за того, что не работают другие инструменты урегулирования конфликтов. Международные организации, соглашения. Мы же видим, что можно потом сказать, что мы подписывали это соглашение, чтобы его не выполнять. Или сказать, да, мы не будем слушать этой международной организации, потому что она там враждебна, там доминирует противник. Не работают эти инструменты урегулирования конфликта. И остается огромный риск того, что припертые к стене противники могут применять неконвенциальное оружие. Ядерное, химическое, биологическое. Потому что на кону сегодня стоит все. Такого приза в мировой истории еще никогда не было. Никогда весь мир в политическом плане, экономическом плане не лежал на столе раньше. Мир всегда был раньше в той или иной мере локализирован, отделен. И в лучшем случае мировые войны решали судьбу части этого мира. Большей части, меньшей части мира. Сегодня новая мировая война, если война возникнет, она будет решать судьбу всего мира одновременно. Весь куш на столе лежит. И поэтому ставки, инструменты, которые будут применяться, могут быть очень большие и крайне опасные для нашей цивилизации. Два вопроса по геополитике важные. Потом переключимся на внутриукраинские дела и события тоже, которые в Украине, заявления, мнения. Руслан, первый вопрос это заявление Лаврова в Бразилии о том, что Россия заинтересована в мирном урегулировании. Достаточно неожиданное заявление. Хотя раз в месяц, ну примерно, мы слышим от России о том, что давайте садиться за стол переговоров без предварительных условий с учетом реальности на земле. Во как. И вот в Бразилии он, собственно, Лавров это и заявил. Президент же Бразилии, ну там тоже целая эпопея разворачивается у него с Соединенными Штатами Америки. Он назвал главными бенефицарами и главными зачинщиками всего происходящего в Украине и США. В Белом доме ему ответили. Ответили, ну там, недвусмысленно, резко. Мол, что за... Но ответили очень грубо. Назвали попугайчиком. Ну... Фактически. Назвали Бразилию попугайчиком. Понимаете, Бразилия попугай это птица, которая живет в Бразилии. Где много попугаев. Но назвать человека в Бразилии попугаем это ну все равно, что у нас назвать, извините, петухом. Или свиньей. Это очень обидно. Это за рамками дипломатии. А вы думаете, там, когда заявляли, это учитывалось? Ну, поскольку эта страна близкая к США, я думаю, что там вы читали этот культурный контекст. нас не понимают, что такое попугай для бразильцев в этой части. Но назвать петухом. Сейчас, знаете, я хочу здесь очень, чтобы вы поняли эту разницу. Мир разделился сейчас политически, не политически даже, в смысловом плане, в идеологическом плане на два блока государства. Одни говорят, давайте мы сохраним старый мир, мир, основанный на правилах, на правилах, которые пишем мы. Или в основном пишем мы этот мир правила. А другие говорят, это одна часть мира, а другие говорят, а давайте мы перепишем мир. А давайте мы перекроем. Мы готовы рассмотреть вопрос перекраивания границ. Мы готовы рассмотреть создание новых международных организаций. Мы хотим новую международную валюту. То есть мы, вот страны, которые за переписывание мира, перестройку его архитектуры, изменение квартир, выселение одних жильцов с верхних номеров, выселение туда других жильцов в эти верхние номера. То есть это один блок. И этот блок тоже очень разношостный. Там страны от Африки и Бразилии до России и Белоруссии. От радикалов до, условно говоря, либералов внутри. От стран, которые выступают за военный инструмент перестройки этого мира. До стран, которые говорят, а давайте договоримся просто о новых правилах. Ну и другой мир тоже, который говорит, нет, давайте все оставим, как оно сформировалось, не после Второй мировой войны, а после распада Советского Союза. Давайте все оставим, как сформировалось после распада Советского Союза. Это валюта, это архитектура безопасности, это нормы международного правила. Вот на какие идеологические блоки сегодня поделился мир. И Бразилия принадлежит как раз первому блоку. Бразилия выступает за переписывание этого мира, потому что Бразилия это большое государство. Экономически достаточно неплохо развитое государство. Но страна ищи от того, что все же оно является сырьевым придатком в значительной мере к другим экономикам. Бразилия как большое государство надеется, что в период переписывания мира, переобустройства этого мира, в случае там веса Бразилии, Бразилия будет доминировать как минимум в Латинской Америке. Что она будет лидером, региональным лидером в Латинской Америке. Там только Аргентина, возможно еще некоторые страны смогли бы с ней конкурировать, но Аргентина вечный должник, Аргентина вечный кризис, Аргентина не может. А Бразилия хочет получить статус глобального игрока и геополитического лидера в Латинской Америке. Вот поэтому звучат такие идеи. Все понимают, что если зафиксировать мир в нынешних условиях, это будет означать одновременное поражение геополитическое Запада, России и возвышение Китая и его союзников. Второй очень важный момент это происходящее во Франции. Во Франции, которую Макрон объявил третьим полюсом после поездки в Китай. Ну и сделав ряд заявлений по поводу зависимости от Соединенных Штатов Америки. Он объявил, обратился к нации, объявил, что с осени вот эта пенсионная реформа будет запущена. И казалось бы, с точки зрения политика он точку поставил. То есть понятно были обсуждения, понятно там была особенная процедура. Но тем не менее, да, вот все, с осени, успокойтесь и примите, дорогие французы. Но французы не приняли. И эта там волна новых протестов поднялась после самого, вот прям вот непосредственно, как закончил Макрон, так снова начались коктейли Молотова. И, собственно, все происходило, в общем, скалирующе. Франция игрок или нет? Макрон разыгрывает, начал разыгрывать, причем абсолютно осознанно, националистическую карту. Именно националистическую карту. Макрон хочет создать у Франции, я не помню, кажется, четвертую империю. Могу ошибиться, пускай меня историки, наши зрители простят. Макрон тоже создает империю. С Франции до последнего времени это очень социалистическое государство, ливацкое государство. Последних, наверное, последнего столетия даже. Но социализм с его широкими социальными гарантиями, который в Европе, кстати, в формате социал-демократии, сформировался в значительной мере под влиянием Советского Союза, элиты европейские вынуждены были парировать для своего их общества в какие-то социальные достижения Советского Союза. Бесплатную медицину, образование, регулирование цен, много чего. И, кстати, во многих странах, особенно это касается Скандинавии, это касается Франции, Испании, Италии. Многие элиты использовали советский опыт, потому что их пролетариат смотрел в Советский Союз и говорил, а почему там бесплатно, а у нас нет. Мы же развитая экономическая страна. И многие государства европейские были очень социалистическими. Они были без названия социалистические, но по набору льгот, услуг, по государственному регулированию формату, они были очень левым. Сегодня в условиях экономического кризиса поддерживать дальше левадскую социально-экономическую политику большинство государств не могут. Катастрофа Греции, экономические кризисы, которые постоянно идут через европейский континент, это мой пример. Остается только два полюса. Левый, общество хочет жить дальше в левом полюсе, потому что все бесплатно или не так дорого. И право, национализм. Национализм в больших государствах с историческим прошлым, это практически всегда империализм. И вот Макрон, Макрон нет выбора. Он будет строить националистическое правое государство. Это будет проводить с столкновением на улицах, это будет проводить к обострению этнических проблем внутри Франции. Я немного, не то что я не соглашусь, не понимаю. А что значит у Макрона нет выбора? Потому что денег нет для поддержания старого государства. Французского старого государства, левацкого, денег нет. Ресурсов нет. Погодите, но Китай же есть. Да, я сейчас вам расскажу, почему это риторика, потом вернемся к Китаю, смотрите. И просто чуть быстрее пытаюсь это сделать. Всегда боюсь что-то не сказать и быть неправильно понятым в этой ситуации. И из-за этого Макрон делает ставку на правый, на национализм сегмент, на патриотизм, на историческое прошлое, на стратегическую автономию Европы. Он поднимает флаг старых французских империй. Давайте гордиться тем, что мы французы, а не тем, что у нас там высокие социальные стандарты, и мы являемся членами Европейского Союза. Вот что говорит Макрон. Это прекрасно работает в ситуации истока капитала и объединения Европы, которые происходят на фоне войны. Другого инструмента большинства стран не найдут. Все будут править в Европе. Более авторитарные и правые режимы будут формироваться в Европе. На первом этапе, потом, лет через 5-7, может быть больше, высока вероятность злевых революций в Европе. Но это потом, в следующем политическом цикле. Сейчас Европа будет править. И Макрон поднимает этот флаг для того, чтобы сохранить поддержку французского общества, оно расколото. Для того, чтобы выглядеть патриотом внутри, на фоне этого противостояния с желтыми жилетами, с противниками пенсионных реформ, с этим неудовлетворенным социальным прикариатом, раньше он назывался пролетариат, сейчас он прикариатом, который постоянно бунтует, требует новых льгот от французского государства. И да, ставка на Китай тоже может играть важную роль. С одной стороны, коммуникация с Китаем дает французскому государству какую-то финансовое подспорье. С другой стороны, Макрон ездил в Китай по той же причине, почему у него ездил и Лукашенко, как бы ни парадоксально это звучало. Сегодня Китай, это возможность маневрировать. Маневрировать. Только Лукашенко маневрирует между Пекином и Москвой, а Макрон хочет маневрировать между Вашингтоном и Пекином. Наличие коммуникации, хорошие партнерские отношения с Китаем гарантирует большую долю свободы геополитическую для Макрона, для Франции. Гарантирует то, что сама Франция не станет просто легкой добычей США или союзников США, таких как Британия, в геополитическом плане. Геополития не потеряет свою суверенность, возможность искать какие-то рынки сбыта, какую-то свою национальную выгоду, особенно на фоне того, что сделали США и Британия с Францией по контракту австралийскому по подводным лодкам, где Франция в один момент потеряла как минимум 12 миллиардов долларов. Потому что британцы и американцы решили сами продавать Австралии лодки и вышвырнули Францию как поганого котенка из этого контракта. И вот что происходит в этой части. Насколько удастся это Макрону? Все же Макрон выходить из либералов. Вот как на наших глазах либерал превращается в имперца в какой-то мере. То есть, насколько удастся этому Макрону, очень сложно сказать. Но французское общество такие заявления воспринимает вот с придыханием, рукоплещик. В глазах многих французов Макрон может стать новым Наполеоном. Понимаете? Это очень интересная история, которая будет иметь, если Макрон будет идти по этому пути, конечно, не будет просто риторика, которая будет иметь очень глобальные последствия для европейского континента. Да, действительно, в условиях еще тех, что мы стремимся в Европу, тут очень интересно. Многие французы, знаете, сбросили эти шапки пролетариата и по старым шкафам сегодня ищут треуголки Наполеона в этой части. Но Макрон просто пытается выиграть патриотическую пассионарную часть общества на фоне вот этих левацких протестов и левацких пассионариев, которые создают огромные для него проблемы. Конспирологии, буквально там щепотка в нашу беседу. Руслан, многие аналитики, идем по международке, в общем считают, что визит Байдена в Британию, Ирландия, встреча с Суноком, вот все было негладко. Ну все как-то вот сразу началось и по большому счету не шибко довольны остались в Соединенных Штатах Америки от этого визита. Никто особенно не удовлетворен, но есть такое мнение. И тут мы видим... Есть огромная проблема. Да, огромная проблема. Главная проблема в том, что американцы очень обижаются на английцев, что те называют американский язык английский. Да, это да. Это Аксен Лисовой лично мне рассказывал. Смотрите, так вот, Аксен Лисовой это вообще отдельная тема, да? Вот, по поводу... Не, ну, в Америке с ним согласны, что если они разговаривают на английском языке, значит они все американцы патриоты Англии, а не Америки. Да. Поэтому они очень обижаются на британцев. Да, мы, конечно, так пошутили. Да, интересно просто, если... Просто смотрите, в Америке... Если у Аксена Лисового эта мысль его свежая, автентичная, а не списанная из кого-то, то тогда, конечно, будем соглашаться, потому что это тоже очень интересная история, у кого когда списать, и чтобы, собственно... Да, это мы шутим, это тоже точно. Это мы пошутили. В Америке и США никогда отношения не были главными. Нет, смотрите, я хотел конспирологии все-таки придать нашему эфиру. Несколько аналитики, а конспирологии. И вот уезжает Байден, и тут какие-то проблемы с декларацией у Сунака. Жена, компания, и какой-то странный, ну такой флер, вот опять нависло что-то над новым премьером Британии. Как-то вот зачастили эти проблемы у премьеров Великобритании. Вообще, что не премьер, то проблема. Правда, благодаря британской политике не длительная проблема, короткая. Долго они не работают в последнее время в Британии на должности премьера. Все может быть, или может быть, это тоже уже часть электоральной кампании внутри Британии, парламентские выборы в следующем году. Скорее всего, побеждают лейбористы. Политика все равно будет немножечко другой. Консерваторы потеряют. Потому что потеряют свое большинство парламента и, соответственно, потеряют своего премьер-министра. Но, возможно, это какие-то приветы со стороны США. Возможно, приветы со стороны других игроков. Со стороны Китая. Потому что, напомню вам, что там Сунак, это же попытка играть на индийском направлении очень активно. Британия пыталась вернуться через Сунака в Индию. А Индия сегодня главный конкурент Китая на юге, на глобальном юге. И тут могут быть разные очень версии. Это может быть связано, что может быть не связано, я не знаю. Но все это, конечно, показывает, что работа Сунака может быть очень короткой. и он остается... И эта работа нестабильная будет. Сегодня Сунак вынужден будет гасить пиар-скандалы вместо того, чтобы заниматься финансовым и экономическим оздоровлением Британии. А для этого он был избран. Он был избран как представитель богатейших финансовых кругов, хорошо разбирающихся в экономике, который должен решить экономические проблемы. А между Британией и США вся история проблемная. Я не говорю о войне и о независимости. Это только начало этой истории. Я говорю о всех последующих периодах. США, несмотря на культурную близость, на политическую близость, на часто единство геополитических целей между этими странами, США никогда не упускали случаев немножечко опустошить британские ресурсы, карманы, возможности. Чего только стоит передача флота во время Второй мировой войны в обмен на колонии, в обмен на огромные ресурсы, как бы все равно между ними сохраняется напряжение и недоверие между этими элитами. Все равно сохраняется ощущение того, что Британия пытается использовать США в качестве большого и глупого парня для своих интересов, а США пытаются использовать ресурсы и финансы Британии для того, чтобы немножечко опустошить Лондон-Сити, немножечко уменьшить амбиции чопорных британских джентльменов. И недоверие и кризис между этими странами преследует всю их историю, поэтому между ними такого уж глубочайшего партнерства быть не может, но это в то же время не мешает им быть союзниками. Практически во всех войнах последнего столетия не мешает им находить какие-то взаимные интересы и их преследовать. И вот держа... Я все же думаю, что история вокруг Сунака она проистекла где-то оттуда из юга. Мы недопонимаем глобальной мощности сегодня вот этого второго, третьего мира, который пытается все же спихнуть там США и их союзников с пьедесталом. Кроме того, вы же знаете, что западные демократии 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 не знаю назовем их демократиями они и модель капитализма она предусматривает очень легкую коррумпированность этой модели. То есть за деньги вопрос только в их объеме этих денег в принципе в этих моделях можно достигнуть чего угодно. Можно индейца назначить премьер-министра Британии можно купить любую статью можно сделать что угодно. Да, но мы-то в Украине знаем, что за деньги можно сделать. Но мы же часть западного мира, поэтому мы на себе чувствуем, как работают механизмы политические. Так в том-то и дело, что и Россия в этом смысле тоже часть западного мира. Да, абсолютно. Когда вопрос только в цене. Давайте к украинским делам перейдем. Друзья, вот это был такой международный блок нашего разговора, но есть очень такие важные и такие очень серьезные моменты, которые нужно прояснить и в нашей стране. Но перед этим я всех прошу подписаться, поставить лайк этому видео. Руслан Бортник, он отмечен как пользователь YouTube. Вы переходите, кликайте на его имени и фамилии, он делает обзоры, недельные, событийные, поэтому переходите, интересуйтесь и обязательно обращайте внимание на анализ, именно профессиональный анализ политического центра, который представляет Руслан и его непосредственно персональную аналитику тоже. Очень рекомендую и поэтому, друзья, давайте поддержим вот на YouTube еще и деятельность Украинского института политики. Руслан, начнем, пожалуй, с зерна, но это предательство, ну вот это предательство. Плюс еще вчера поздно вечером приходит новость из Польши о том, что пытались как-то договориться по поводу продуктов, не только же речь о зерне, а там продукция, продукты из Украины, но и не получилось договориться. Словакия, Румыния, в общем, вот эти новые как бы присоединившиеся к вот этим квотам и запретам над украинское зерно и целому списку продуктов продовольствия из Украины, вот что это означает? Казалось бы, в такой решающий момент, когда Украина готовится к какому-то серьезному, там, решающему удару, война не остановилась, а квоты появились. Ну, смотрите, это не предательство, предают тогда, когда что-то обещали, когда есть какие-то соглашения, договоренности, союзы. Это тут просто узкий национальный интерес. Мы сегодня считали, что если действительно соглашение с Польшей и другими странами не будет достигнуто, то мы можем потерять около трети экспорта. Около трети экспорта нашего зерна речь идет о миллиардах долларов. Более того, вы смотрите, как не пучно пошло, как синхронно пошло. А что параллельно происходит с зерновой сделкой? Она фактически не функционирует. Россия заблокировала просмотры осмотр кораблей. То есть сейчас вывести из Украины зерно стало легче с тюрьмы избежать где-то там, с замка избежать. Как бы вывести с Украины зерно? И это происходит синхронно. Что, поляки не знают, что Россия заблокировала зерновой коридор? Знают. Почему появляются эти требования сейчас? Как это корреспондируется с заявлениями о вечной исторической дружбе? С учебниками, с политическими союзами? Раз. Как это вообще корреспондируется с правилами соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС? Есть же договор. А где Европейская комиссия, кстати? Есть же, ну, мир же основан на правилах, западный мир. Почему они не работают в пользу Украины? Почему одна страна может просто запретить не только ввоз, но и транзит? Хотя по нормам, по законам даже изменение квот или изменение налогобложения должно согласовываться. Взяли, запретили, и все молчат. Где закон, где правила? Или это другое? Что-то? Мы можем потерять, мы сейчас практически потеряли возможность или потеряем возможность экспорта зерна, маркетинговый год только начинается. Это приводит к тому, что с украинскими производителями сельхозяйственной продукции не будут заключены соглашения международных трейдеров, глобальных трейдеров. И даже приостановка вывоз этого зерна на какой-то период будет приведет на 2-3 недели будет приведет к тому, что мы будем без соглашений, что мы вынуждены будем, даже если блокада будет снята, совместная российско-польская или российско-европейская блокада будет снята с нашего зерна, то мы потеряем выгодные контракты и будем вынуждены продавать потом. Это очень дешево, практически бесплатно, просто чтобы отдать. Сельское хозяйство в Украине, части производства зерновых, овощей просто убивается, причем убивается внешне, миссия, причем убивается синхронно. Не знаю, то ли это у кого-то это национальный эгоистический интерес, может быть Польша хочет больше компенсации этой европейской комиссии, таким образом давя Украину пытается выдавить больше денег из Брюсселя, то ли просто нас вышивают из мировых рынков, пользуясь сегодня ситуацией, то ли пытаются усилить нашу зависимость от внешних денег, внешних заимствований, потому что если мы не продадим продукцию сельского хозяйства, нам нужно еще больше кредитов, мы еще меньше заберем налогов, всего остального. Не знаю, много тут мотиваций, думаю, что тут прежде всего какой-то экономический эгоизм проистекает. Смотрите, Россия блокирует коридор, говоря о том, что мы теперь будем пропускать суда только, которые идут в Африку. Никакой Европы. Обвиняя нас в том, что стоит 50 судов на рейде, которые хотят завести зерно в Европу. В то время, когда Европа сама блокирует вывоз зерна из территории Украины. Вот это реальная серьезная проблема для нашего управления, которую мы должны решать и бить сегодня во всех колоколах. Вслед за потерями налоговыми, экономическими, мы столкнемся с потерей рабочих мест, потерей отрасли экономической и начнется цепная реакция по другим направлениям. Последние годы Украина это аграрное государство, аграрно-сервисное. То есть мы оказывали услугу по безопасности, по обороне для западного мира и еще производили продукцию сельского хозяйства. И если нам лишить одной из точек опоры, экономические последствия будут очень тяжелыми. Понятно, что можно размышлять, является ли это каким-то хитрым планом. Я просто не хочу доводить эту мысль до конца, пускай наши зрители меня простят, слишком ее нецелесообразно, небезопасно доводить до конца, кто и для чего это делает. Ну, друзья, давайте оставим это в комментариях, потому что общая рамка, вот она понятна, синхронность, одновременность, опять-таки вот эти шесть, ну, подождите, я просто хочу одну ремарку по этому поводу, но мы же помним, да, вот эта дата 18 мая, да, до, там, как бы Россия, которая вот до 18 мая зерновой сделки, так они могут свободно ее продлевать и дальше на 120 дней, при условии, что пропускают сюда, вот именно те, которые они пропускают в Африку, которые идут. Ну, то есть тут очень интересная игра вокруг этого числа 18 мая зерновой сделки, Турции, которая тоже, ну, скажем так, в доле и в теме, в общем, давайте оставим, поставим три точки, я думаю, что ситуация прояснится, да, это сейчас переговоры с Польшей, там, не удались, там, Словакия подключилась, Румыния, Болгария, вот мы вот немного последим за ситуацией, как она будет, скажем так, во что выгорит. Другой аспект, это очень принципиально важный момент, это аспект картинки, Руслан, несколько видео публикуют вчера, позавчера, ну, вчера больше, да, о том, что огромное, вот просто большущее, с точки зрения, там, который снимает на мобильный телефон, количество вооруженных, экипированных украинских солдат, вот, маршируют, идут, они, эти украинские солдаты, там, где-то возле реки некой, ну, река большая, но это не может быть не обязательно Днепр, ну, просто есть разное, скажем так, ну, понятно, что геолокацию никто никогда не скажет, ну, это, но, в общем, много, много солдат в полной выкладке вот куда-то идут, и это разносится моментально по всем пабликам, по всем соцсетям, потому что, ну, это ведь вот этот вот ожидание контрнаступления, это, ну, это прямая иллюстрация. Вместе с этим есть много, там, разной аналитики, одни основываются на каких-то вот этих сливах, да, вот, Тейшейры этого парня, другие основываются на других сливах, потому что за Тейшейрой там последовала и девушка из Донбасса, Донбасса девушка, которая оказалась экс-сотрудницей, ну, точнее, действующей сотрудницей, экс-солдатам, да, военно-морских сил, по-моему, ну, вела паблик для жителей Донбасса, как вроде бы, да, вот она, вот там, и там тоже были секретные документы, какие-то перехваты разговоров, то есть, это все, вот мы видим, и вот другие говорят, что это больше рассказ про контрнаступление, чем реальное контрнаступление, то, которое действительно, ну, вот подтвердит слова Буданова, которое он в очередной раз произнес, что да, мы вот весной выйдем, ну, зайдем в Крым, то есть, как бы секта свидетелей контрнаступления, да, есть верующие, есть неверующие, есть подсчитавшие, что там из прессы нам поставили, есть те, которые считают или уверены, что нам дали гораздо больше, что по поводу вот этого движения, медийного прежде всего, скажете вы? А еще американские СМИ уже написали конкретную дату этого контрнаступления, 30 апреля, якобы, начнется вот это контрнаступление, у меня стало впечатление, что идут какие-то торги за кулисами. И Россия воспринимает угрозу этого контрнаступления как реальную, как мы видим. Но демонстрация этой силы, этих танков разных, этих людей марширующих куда-то в большом количестве, там вооружение, объявление контрнаступления, выглядит как попытка оказать давление на российское и, возможно, российско-китайское руководство в отношении чего-то там за кулисами. иначе это не имеет такого смысла. Да, конечно, еще прогревается общественное мнение, вот мы сильные, мы быстрые, мы хорошо вооруженные, мы скоро достигнем своих результатов, но главная цель это цель оказать через публикацию этой информации какое-то давление, психологическое, политическое давление на противника, заставить его уже испугаться, поменять свои планы, пойти на какие-то уступки. Возможно, за кулисами идет какой-то сложный переговорный процесс в отношении будущих моделей мира и то контрнаступление, которое идет в средствах массовой информации в последние месяцы, является частью обеспечения этого процесса. ведь если, например, Россия согласится на какие-то модели мира сегодня, то даже ей будет легче это общество объяснить, сказать, ну смотрите, противник скопил огромные силы, и мы не знаем, мы не уверены, что будет дальше. Нынешней ситуации, нынешней нашей армии, нам нужно время и все остальное, это создает вот такое давление информационно-политическое. Вот так я это оцениваю, но не стоит сбрасывать со счетов, что это большая кампания по дезинформации. В свое время о российском нападении на Украину западные медиа тоже активно писали. Правда они писали разные даты, там на протяжении трех месяцев, даже больше, больше, где-то полгода, наверное, они уже начали писать разные даты. Они писали разные сценарии, после этого они писали много всяких глупостей. Но все же надо понимать, что сегодня утаить полностью какую-то информацию сложно, для того, чтобы утаить какую-то информацию, параллельно запускается много дезинформации, чтобы утопить ее в дезинформации, поскольку утаить ее полностью невозможно. И возможно, я не могу исключить, что 30 число станет началом украинского контраступления, хотя это маловероятно сегодня. Я думаю, что дат украинского контраступления будет еще много, а само контраступление в физическом плане так может не состояться. Теперь к вниманию Ганны Маля. Я не знаю планов вооруженных сил Украины, но мне кажется, кажется, что я понимаю с той информацией, которую я получаю, что западные партнеры сегодня настаивают, на западные военные союзники Украины, настаивают на том, чтобы Украина не проводила одно большое контрнаступление. Они настаивают на много малых контрнаступлений, малых ударов, где ресурсы, силы, которые вкладываются в эти удары, ограничены. И только после проведения серии малых наступлений можно определяться большое контрнаступление. Наши союзники опасаются, что вложившись в одно большое контрнаступление и проиграв его, Украина может оказаться в намного хуже военном положении, нежели на них, который находится сегодня. В то же время кое-кто из нашей политической системы настаивает на финальном решительном ударе, на выходе к Азову, на выходе к границам Крыма. Необходимы не только военные победы, потому что освобождение какого-нибудь полог наверное будет важным, но не столь. настаивает наше политическое руководство некоторые из них на большой военно-политической победе, которую можно предъявить едва ли не как победе в войне в целом. Вот такой диалог в отношении моделей контрнаступления может быть, мне кажется, он происходит сегодня за кулисами нашей мировой политики. Наши западные союзники при этом, скорее всего, вероятно, США и Британии говорят, будьте осторожны, вы попробуйте сразу по чуть-чуть, а потом посмотрим. Ну да, действительно, здесь какой-то такой очень интересный закручивается сюжет. Именно поэтому эти сливы раскручиваются в западных медиа, выбрасываются иногда даты, какие-то наступления, это еще одна причина, это попытка немножечко возможно и остудить наши головы, показать, что проблем на самом деле намного больше, враг тоже готов к этому, призвать какой-то осторожности и переоценки, аудиту своих планов и ресурсов. Гуменюк, спикер оперативного командования Юг, заявила, что оккупанты в Херсонской области готовятся к жесту доброй воли. Они заняты обустройством рубежей и пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно опасными. Это я цитирую Гуменюк. Это вот один кусок, ну вот, один спич. Они точно готовятся к очередному жесту, потому что упаковали на мародеренное имущество, поотправляли, запаслись гражданской одеждой, это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся. Руслан, я, ну, понятно, что мы с большим уважением относимся к вооруженным силам Украины и к их спикерам, и к Игнату, который там наконец-то, да, хотя спустя определенное время, дал четко нам понять, что мы можем сбивать, что мы не можем сбивать. То есть, это, он прояснил эту ситуацию, потому что вот эту инфографику, которую рисовали, что мы там сбиваем все, что летит, и у нас там, у нас хорошее ПВО, действительно, спасибо западным партнерам, спасибо нашим умелым солдатам, но он четко показал, что вот эти ракеты сбиваются, а эти нет. Гуменюк в одном, как бы в одной фразе, да, в одном прямо противоречащие себе вещи говорит. С одной стороны, готовятся, окапываются, минируют, с другой стороны, запаслись гражданская одежда и готовы уходить имущество, которое покрали, отправили там куда-то. Вот как это понять, как разобраться? На войне ложь это не ложь, на войне ложь это еще один инструмент ведения войны, такой же, как танки, пушки и все остальное. Поэтому мы к этому должны спокойно относиться, противоречий тут может не быть, потому что все военные всегда готовятся к разным сценариям, они готовятся к наступлению и к отступлению одновременно, как бы, и это всегда это часть войны, и наши военные также, всегда готовы сняться, поменять позицию, как бы, если надо, отойти, если надо, в этой части. Поэтому тут может не быть противоречий, но мы должны понимать, что любая информация на войне это инструмент ведения войны. Ее нельзя назвать ложью, это не ложь, это инструмент ведения войны. И так стоит воспринимать любую информацию, которая звучит сегодня со всех сторон. смотреть на поп-ап, по земле. Вот только ситуация на земле, она является показателем, объективным того, что происходит на войне. тогда вот давайте военно-политическую ситуацию рассмотрим, это прям очень интересный момент. Смотрите, выходит Венеславский в тот же телемарафон, отрывок из которого я цитировал выше, там, в контексте Губенюк, и говорит, что, ну, вполне вероятно, действительно, нам нужно готовиться к цифровым повесткам, к повесткам в ДИИ. Публикуют в своих соцсетях, фейспаун, хватается за голову фотографию эту, публикуют Федоров в очередной раз, утверждая, что, мол, друзья, нет, ну, ДИИ, они когда-нибудь будут рассылать повестки, это вот прям решение, прям вот-вот нет, то есть противоречит. Предлагаю Федорову пари, что, ну, правда, надо взять какое-то нормальное время, что на протяжении пяти лет ближайших, может быть, чуть больше, ДИИ будет использоваться для рассылания повесток. Пари публично, а что угодно? Ну, это, конечно, очень интересно, будет ли Федоров через пять лет, вы же понимаете? Ну, поэтому я предлагаю пари ему лично в этой части, репутационные пари какой-то. Почему Федоров так говорит? Потому что ДИИ готовят к выборам. Через нее необходимо, чтобы максимальное количество людей было подключено к ДИИ, скачала эту программу, установила, идентифицировалась для того, чтобы проголосовала через ДИИ. А если такие люди, как Венеславский, будут говорить о том, что через нее будут рассылать повестки, то к ней подключаться никто не будет. Более того, многие, кто подключены, удалят себя с телефона эту программу. Понимаете? И разрушит инструмент, очень серьезный инструмент государственного управления. Очень серьезный, очень цифровой, очень передовой. Наверное, лучший продукт Украины последних лет. Номер один. Тут Федорову можно действительно памятник поставить, потому что сделал прекрасную вещь. А вот выходят, люди говорят, а мы будем еще и повестки. Да, будем повестки. Потом, после выборов. то выборов не будем. Вот будьте в этом уверены. А потом, после выборов, со временем ДИА будет использоваться для всего. Для повесток в суд, для повесток в армию, для всех элементов функционирования человека в обществе и государстве. Но не сразу. Вопрос тогда, война будет или не будет в этот период? Вот, вот какой, наверное, самый главный вопрос. Потому что не повестка страшна. Нас никто не отменял призыв, ну, обычный, ну, ежегодный, там, для молодых людей, там. А вопрос, там, мобилизации, да, и отправки на фронт с этими историями, о том, что 4-5 дней и ты на передовой, как бы там не опровергали, но все равно они гуляют, из уст в уста передаются, и тут дело не только в ИПСО. Вот, вот, вот что нужно понимать, не только в ИПСО. Проблема есть, ее, она иногда возникает из-за преступных действий командиров на местах, преступных действий командира учебного центра, который неготового человека выписал на фронт. Вот, смотрите, где военная прокуратура? Если человек не получил належащего подготовки времени достаточно, не провел в этом учебном центре, этот командир должен уже быть под судом. Он отправил человека на убой. Келенком на фронт отправил, понимаете? У нас этого человека осудят. Ну вот, опять, вы вспоминали Анну Малер, да, вот там это видео с отцом пятерых детей. Анна Малер говорит, так они не зарегистрированы. А ей отвечают, так понятно, что не зарегистрированы, потому что оттуда, откуда он приехал, там так проще, легче, потому что мать там, когда с отцом не расписана, да, вот как бы одиночка и пять детей, конечно, она там и мать героиня, и, собственно, там и помощь от государства. Конечно, они не расписываются, потому что негде заработать в том селе. Александр, тут эта ситуация вот с этим человеком тонкая, поскольку, ну, а как государство должно понять, что у него пятеро детей, на слово поверить, вы тогда скажете, что у вас 15, а я 25. Все же в этом случае это проблема этого человека и его семьи. Надо было регистрировать, ну, хотя бы свидетельство и рождение и указывать отцовство. Да, понятно, что такие ситуации будут на Закарпатте, в регионах компактного проживания ромов, например, и всего остального, но и вот как раз эта ситуация, мне кажется, она тут, люди сами себя перехитрили, решили получить больше от государства льгот и получили вот такую вот ситуацию. Значит, надо менять документы, сейчас менять свидетельство рождения, это несложно, регистрировать на этого человека, его тогда мобилизуют, комиссуют с армии, а вы потеряете часть льгот, ребят, но нельзя быть одновременно и красивым, и умным. Смотрите, вопрос же в системе, в системе, как этот человек оказывается... Есть другие пробои, я их знаю больше, чем медиа, когда действительно людей, человек в неделю на полигоне, на неделю на полигоне или в учебном центре им никто не занимается абсолютно, ну просто он там живет в землянке, все, ходит кушать, там что-то ему иногда показывают, просто неприступные действия руководства учебных центров, а потом его срочно выписывают, выписывают в войска, поскольку блокные и позвоночники не хотят служить, даже попав в армию, находят выходы, как держаться ближе к штабу, в ротах охраны и всему остальному. И этот человек, вот этого, ну простого в основном человека, вот отправляют вот туда, вот в таком состоянии. За это должна работать военная прокуратура, всех этих командиров, которые отправляют таких людей на фронт, которые принимают их в воинских частях, в той же воинской части тоже был командир, который должен был отказаться от такого пополнения, сказать, нет, нет, этот человек не готов, я его не беру, куда угодно его везите, везите его обратно. А здесь очень интересный момент, что, а вот здесь очень интересный момент, и это тоже как бы отдельный пласт, да, внутренних проблем армии, о том, что, а знает ли этот командир, ну, кто у него, ну, какие люди, с кем он воюет, потому что тоже зачастую командиры где-то подальше, да, вот, они непосредственно там, но это вот отдельная история, я думаю, он получает папку на человека его дело, он знает, в принципе, если ты командир, ты должен пообщаться хотя бы со своим подчленным, хоть две минуты с каждым, кроме того, я же не говорю о комендире бригаде, я говорю о комбате, который получает это пополнение, это не так и сложно, не так и много солдат, на самом деле, в батальоне сегодня, чтобы не пообщаться снова прибыть. Ну, смотрите, мой вопрос, на самом деле, он состоял не только там из Венеславского, Федорова, он еще и как бы... Проблема, смотри, Александр, я коротко сейчас отвечу на этот вопрос. Нет, вопрос не закончен, погодите, я сейчас на перспективу, потому что мы вот так о перспективном заговорили, просто зациклились на реальных вещах, реальных проблемах. Так вот, начальник сектора комплектования киевского, городского, вот этого ТЦК, заявил примерно следующее. Ни работы, ни учебы без военкомата принимать на работу, зачислять на учебу военнообязанных могут только после подтверждения того, что они на учете. При этом, жениться тоже можно, только если стоите на учете, иначе ЗАГС не примет заявление. Это вот со ссылкой на этого человека. Смотрите, мы постоянно там моделируем, какой будет Украина, за что мы воюем, что-то, как. То есть, вот этот момент многие упускают. То есть, без военкомата, вот мы идем в ту страну, да, мы уже в нее зашли, что, ну, никуда, ничего и никак. То есть, военком у нас станет главным человеком нашей жизни, потому что без него-то никуда. Да. Ну, мужчины уже попали в очень зависимое положение в стране. Все мужчины, все военнообязанные в стране уже несвободные люди. Мы прекрасно это понимаем, и это неправильно. Потому что государство, к сожалению, за полтора года так не нашло модель, как обеспечить свободу и одновременно функционирование вооруженных сил. Более того, тут не виноваты люди часто, а виноваты именно государства в том, что правила игры менялись по ходу самой игры. Условно, до начала войны граждане имели один набор прав, в том числе в отношении вооруженных сил и выполнении своей воинской обязанности. А после начала войны гайки закрутили, поменяли эти правила, выезды, все позапрещали, позапрещали, позапрещали. То есть, люди, это не было частью договора между гражданинами и государством до начала войны. И это неправильно. Если бы все эти правила существовали до войны, мы бы знали, что в случае войны военнообязанные подлежат вот таким вот таким ограничениям. То есть, любой человек мог выбирать быть гражданином Украины и пользоваться преимуществами этого гражданства или не быть. Жить в Украине или не жить. Понимаете? А так люди, военнообязанные, согнаны просто на территории страны и теперь им постоянно меняют правила. Все более и более сужая область даже личной свободы. Все более и более превращая их в граждан недемократического государства, а что-то другое. Да, все обязаны служить, все обязаны защищать свое государство, но демократическое государство от тоталитарных тем и отличается, что существуют четкие, прозрачные, загодя понятные нормы закона и регламента, которые гарантируют не только обязанности, но и широкие права людей, которые идут на службу. Раз. Во-вторых, само государство, к сожалению, сделало много, чтобы служба в армии и оборона своей страны стала непопулярной. Давайте честно говорить об этом. Первая волна добровольцев, людей, которые пошли в военкоматы, пошли в территориальные обороны, она прошла где-то за 3-4 месяца. А потом что сделало государство, когда стал вопрос необходимости формирования большой и профессиональной армии? Профессиональная армия – это где люди служат не только по зову души, но они еще профессионально обеспечиваются в социально-экономическом плане, в плане возможности выполнять свои обязанности вооружениями, ресурсами и всем остальным. Что сделало государство? Оно сначала срезало по 30 тысяч, срезало, потом хвасталось, что мы на этом сэкономили 10-12 миллиардов, а потом оказалось, что не 10-12 миллиардов, а 152 миллиарда гривен необходимо для того, чтобы вернуть этих 30 тысяч военнослужащим. И усилило ответственность военнослужащим. принято законодательство, которым теперь криминализировано очень много проступков или действий военнослужащего, которые находятся на линии фонда. Вместо того, чтобы повышать зарплату, повышать социальный статус военнослужащих, вместо того, чтобы улучшать систему социального обеспечения их семей, масса случаев, когда люди не могут получить компенсации за ранение, увечья, за гибель своих родных и близких. Даже в этой части правительство Шмыгаля взяло и приняло постановление, по которому теперь получить страховку вот эту 15 миллионов гривен в случае гибели военнослужащего могут далеко не все родственники. Вот если ребенку погибшего выполнилось 18 лет, он уже не может получить эту страховку. Понимаете, например, вот если родственники, братья, сестры, часть родителей тоже не могут получить эту страховку. Несмотря на то, что этот человек мог жить с этими родителями, он был частью этой семьи. Люди через суды добиваются получения этой страховки. Государство сделало очень много, чтобы именно добровольческая армия наша защитила страну в начальном этапе войны, но война ее тотальная. И кроме добровольческой армии, нам необходимо профессиональной армии. А профессиональная армия это высочайшие авторитеты, социальные стандарты, от которых государство для военнослужащих, от которых государство почему-то решило отказываться. И наоборот пытается закрутить гайки военнообязанным и закрутить гайки уже существующим военнослужащим. Ограничить их права и свободу. Это имеет последствия в том виде, что следующие наборы, следующие волны мобилизации в Украине станет проводить все более и более сложнее. А служба в армии и на фоне больших потерь будет становиться будет менее популярной. Косторство необходимо развернуть просто свои приоритеты. если будет понимать что его семья безусловно получит эту страховку за три дня после его гибели. Если человек будет понимать что он получает зарплату профессионального военнослужащего добровольцев желающих служить в украинской армии будет много. Если человек будет понимать что есть процедура по которой он может уехать за границу заработать и заплатить за себя за другого военнослужащего какой-то моряк тысячу но может работать, ситуация будет абсолютно другой, мы будем другим государством. Украинцы очень свободолюбивый народ, и попытка загнать нас в какое-то стойло, в конечном итоге превратится в большую проблему для государства и для лидеров, которые пытаются загнать нас в стойло. Люди воюют не за возможность воевать или право воевать, люди воюют за свой образ жизни, за свою свободу, за свою анархию даже, которая в нашей стране проистекала в прошлые годы. И правительству очень важно это понимать. Да, Руслан, действительно очень такой широкий пласт проблем и достаточно обширный у нас сегодня получился с вами разговор. Чтобы поставить точку, я бы на каком-то, даже в такое сложное время, на каком-то позитиве хотел бы это сделать. Скажите, пожалуйста, а что за, ну вот как вам кажется, вот в ночь на Паспу за выступление Сергея Лещенко в одном из ночных клубов Киева, где он играл в диджейский сет, радовался жизни, благодарил за внимание к своему творчеству. Сергей Лещенко, это вот до недавно, да, ну сейчас, правда, как бы ушел на второй план, это советник Офиса Президента, заслуженный железнодорожник Украины. И его появление было, ну вот так неоднозначно воспринято, да, вот в ночном клубе. Мы знаем, что у него супруга диджей, а теперь вот и он. То есть какой-то странный путь, вот с точки зрения политика, там, журналиста, медиа-деятеля, советника от, тут говорят, из грязи в князи, да, а здесь как-то вот в творчество ударился. Что бы вы сказали по поводу этого эпизода и этого видео Сергея Млещенко, где он в разгар войны тусит в клубе, да еще и зажигает для посетителей? Ну это давняя фобия Сергея, насколько я знаю, но это его право, наши ночные клубы в Украине забиты людьми в выходные дни. Ну мне кажется, что он пытается выглядеть как все, в элите. То есть это у нас элита такая? Ну посмотрите на бэкграунд людей, которые управляют. Конечно, сейчас, если серьезно ответить, там все прикольные, понимаете? Как бы, ну может быть не все, большинство прикольные, скажем так. Конечно, мы должны понимать, что люди, как хоть наделенные частью власти сегодня, в условиях войны должны избегать публичного демонстрирования своего веселья, своих каких-то хобби, своих развлечений. Поскольку в это время другие, очень хорошие люди, пассионарные люди, лучшие люди страны нашей гибнут в окопах, гниют по коленам в воде и в болоте. Поэтому, даже если вам хочется отдохнуть, делайте это так, чтобы общество не видело и ненавидело вас. И вместе с вами не относилось хуже к государству. Вопрос этики, вопрос морали. Причем самое интересное, что там многие бойцы на передовой так и говорят, что, мол, ну, ничего страшного, если там студенты или какие-то там девочки, мальчики, вот так вот, понятно, там, комендантский час, но проводят время, это стресс, война для всех, мы за это, собственно, и воюем, чтобы они могли так танцевать. Но не под Сергея Лещенко, который представляет офис президента. Ну, это же, это же вообще абсолютно другой момент, поэтому я и задаю вам этот вопрос. То есть, у нас... Выступай, хобби нужны, все мы какими-то занимаемся хобби, но не выпячивая это. Пойми, что люди, общество живет сейчас другим, страхами, трагедиями, жертвами. Как бы, подумай, что подумают, как бы, те люди, которые сегодня в окопах. Вот я, например, иногда играю в футбол, но если до войны я ставил такие фото, видео, я не буду сейчас ставить, это сейчас. Потому что, ну, это... Ну, это чуть-чуть другое, другая ситуация абсолютно. Общество живет другой эмоцией. Да, я благодарен вам за ваше время, ваши мысли и ваши эмоции. Спасибо вам, да. До свидания. Друзья, спасибо большое за то, что посмотрели это видео. Пожалуйста, оцените его в комментариях, лайки поставьте, не забывайте. Увидимся обязательно. Всем добра и света, и только хороших эмоций, насколько это возможно. Субтитры сделал DimaTorzok